Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ 10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тихеном. Десятое место. Это так громко. И пусть весь мир подождет, если Тихен хочет обнять Чангука, то он сделает это медленно и со вкусом. Девятое место. Такие влюбленные дурашки. Тихен по привычке стал опускать на диван, а Чангук сверху. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть канал в телеграм, на который вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Звонок Тихену. По сопоставлению движений, характеру разговора и мимики участников, было на самом деле два звонка от Чангука. Один настоящий и один для показа. При монтаже намешали сборную солянку из обоих. В настоящем Чангук общался один на один с Тихеном, и, видимо, они проговорили, что нужно сделать еще один для камер. Из настоящего дано ухватить не так много, только счастливое сияние обоих. У Чангука резко подскакивает интенсивность реакций, видна даже увеличенная глубина дыхания. Он не смотрит на Чимина, когда хохочет после звонков, ибо тот лишнее звено в его потоке эмоций, и не может остановиться от возбуждения. Помните, как Тихен, буквально как ниндзя, проник на предзапись «Все мы знаем как» и настраивал Чангука, пока тот нервничал. Многие люди были очень расстроены словами Чангука на шоу, когда он упомянул Тихена. «Но я хочу опередить вас и сказать, что Чангук не говорил». Тихен настаивал, на самом деле Чангук сказал, Тихен присоединился без колебаний или присоединился к нам, не задумываясь об этом. Когда при буквальном переводе с корейского на английский теряются многие мелкие нюансы, особенно это зависит от контекста, в котором это сказано. «Спасибо милым корейцам, которым каждый раз приходится выполнять работу вместо компании, объясняя истинный смысл фраз. Мы уже не раз сталкивались с неуклюжими и неточными субтитрами от компании, но в этот раз они умудрить настолько испортить смысл и настроение момента, и испортить настроение всем нам». Они сделали вид, что Чангук недоволен появлением Тихена, но на самом деле Чангук просто упомянул, что Тихен был рад присоединиться к ним в шоу. «Компания» – вы можете сколько угодно выставлять отношения Чангука и Тихена холодными, но это не изменит того факта, что они всегда будут липнуть друг к другу. Седьмое место. Два года этот взгляд Тихена и эта усмешка Тихена не дают мне покоя. Шестое место. Поведение пары. Все познается в сравнении. Этот кадр – ах, ну просто картина в музее. Пока Чимин спит, Чангук фотографирует пейзажи, но когда рядом спит Тихен, Чангук фотографирует его. Приоритеты понимаете? Тихо. Пока. 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 Пятое место. Эффект тэхёна. Том, каким мягким и нежным становится Чангук рядом с тэхёном. Четвертое место. Забота. Третье место. Новости. Нет ничего милее, чем лапки Чангука в этих носочках. Кот красный. Пятиэтажный особняк Чангука скоро будет готов. В Сеуле, в одном из самых богатых и фешенебельных районов в Этэвондонге Чангук строит особняк, который находится на два этажа ниже земли и на три этажа выше. Места точно на всех хватит. Котель. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я решил посмотреть его с тех пор, как появились новости о его выходе. Почему? Потому что как ты можешь разоблачать что-либо, не имея знаний. Я в курсе сокращений, я в курсе резких изменений в заменах, я в курсе что касается монтажа, я в курсе всего. Я не смотрю по официальному каналу. Как сказал сам Чангук, всегда есть способ, поэтому я не даю денег и просмотр в Disney. Прямо сейчас я рад своему решению, потому что я смог посмотреть именно то, что ожидал. Некоторые люди спрашивали меня о просмотре этого шоу, но я не буду смотреть его на Disney. Есть другие способы, потому что я не поддержу то, как компания и другой участник проигнорировали продвижение Чангука по службе «Плотный график» и «Болезнь в это время». Я хочу поблагодарить все аккаунты, которые публикуют видео об этом, просто чтобы увидеть, дорогой Чангук, но наблюдать за отсутствием границ и грубостью по отношению к Чангуку ужасно. Больные умы назовут это романтичным или милым, я просто называю это неуважением и грубостью. Я доверяю решению Чангуку и Техену участвовать в этом проекте, потому что я не знаю условий их контракта об участии. Надеюсь, что эта жертва, особенно со стороны Чангука, окупится в будущем для обоих. Ну до чего же прекрасный. Техен становится первым и единственным солистом в истории, к поп-сольной песне которого продержалась в мировом чарте Spotify 365 дней ровно год. Love Me Again – единственный корейский бисайд, который добился этого. Когда его образ полностью соответствует цвету волос. На ютубе была трансляция журналиста. Резюме, вероятно, на основе отчетов полиции, первая статья впервые идентифицировала то, что Юнги ехал на электрической доске для кикбординга, и пресса поддержала это. Это было до того, как Юнги и компания опубликовала свои сообщения. К вашему сведению, разница между электрической доской для кикбординга и электросамокатом заключается в допустимой скорости согласно правилам. Юнги никогда не раскрывал уровень алкоголя в крови. Это снова пришло из статей «Возможно, через полицию». Поскольку не было жертв или ущерба имуществу, тюремное заключение не обосновано. Штраф и отзыв лицензии были бы уместны. Эти так называемые репортеры распространяют ложную информацию, ложно обвиняя Юнги в преуменьшении инцидента. Когда именно пресса, возможно, через полицию первой идентифицировала его транспорт как электрическую доску для катания и первой сообщила об уровне алкоголя в его крови. Так называемые репортеры нападали на BTS таким образом бесчисленное количество раз. Независимо от того, насколько они преувеличивают или раздувают сенсацию, закон будет применяться в соответствии с правилами. Необходимо сообщить об этих репортерах в арбитражную комиссию по прессе за распространение ложной информации, чтобы создать прецедент. Компания также должна возбудить судебный иск против распространения фейковых новостей. Надеюсь, пресса, которая делала свои статьи и выставила Юнги злодеем и обманщикам, этим создавая мнение в корейских сообществах, понесет наказание. Электросамокат, о котором идет речь, выглядит как электроскутер, но имеет на 5 километров больше емкости. Эта его привычка доведет меня до инфаркта. Такие крохотные малыши. Круто иметь такого фотографа. Наверное, да. Чангук. Коронованная мисс Непал Мира 2024 Ашмакумари Кейси использовала хит Чангука Дриммерс в качестве фоновой музыки своего видео в Инстаграм, в котором она поделилась своим посланием по случаю победы. Как только участники выезжают за границу. Чангук сразу же. Хочу вам напомнить письмо из альбома Техёна. Арми, у вас все хорошо. Прошло так много времени с тех пор, как я написал письмо, поэтому я чувствую себя довольно неловко, но я хотел выразить свои эмоции, пусть даже через письмо. Я напишу несколько слов. Во-первых, вышел мой первый альбом. Я думаю, Арми, читающая это письмо, разделит те же мысли, что и я, вы подумаете, как ты так вырос. Такое ощущение, что буквально на днях, когда я десять лет назад нанес очень жирную подводку для глаз и устроил шоу Кейс, можете ли вы поверить, что этот улыбчивый возмутитель спокойствия выпустил сольный альбом. Честно говоря, я очень долго готовился к этому, но темп написания песни у меня был медленным, и это затянулось, потому что мои действия были медленными во всех отношениях. Тем не менее, я много думал об этом, так как было уже поздно, и я смог подготовиться к этому намного усерднее. И хотя альбом выпущен, я думаю, что для меня важнее то, что прошло 10 лет с Арми и BTS. За это время у меня появилось много воспоминаний, я сильно вырос и стал выше благодаря любви, которую получил. Я такой же, но образ мышления изменился. Я, должно быть, стал взрослым, я думаю, что стал намного сильнее. Спасибо за заботу обо мне в течение 10 лет. За то, что держали меня в объятиях 10 лет. За то, что проявили мужество и подбодрили меня. Спасибо, что делаете меня счастливым и плачете вместе со мной. Я так вас люблю и очень вас фиолетовлю. Я так скучаю по нему. Мы слишком быстро стали забывать фиолетовую эру Чангука. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Все еще один из любимых моментов. Помню, как на весь дом орал, когда смотрел этот концерт и увидел это. Армия шутит. Кто стоит позади тебя? Юнги отвечает. За мной стоят армии. Это так успокаивает. В жизни случаются неприятности. Мы становимся жертвой обстоятельств. Иногда косячим, а иногда косячит кто-то, сваливая вину на нас. Люди лицемерны. Истинный кто-то скрыт под сотней тысяч масок. Корея лицемерна вдвойне. Кидаются с крайности в крайность, строя из себя святых, погрязшие в грехе. Я могу привести множество примеров двуличности корейского общества, но расставляю акценты на том, что близко нам, будучи в фандоме. Они осуждают геев и любого рода отношения, которые не классические, при этом производят тоннами фансервис и визжат от их взаимодействий. Они пропагандируют армию как долг любого мужчины, продвигают ее значение до уровня священного долга. При этом чиновники своих сыновей устраивают учиться за границу, высылая деньги на порошок. Они упиваются в хлам, особенно по пятницам, при этом осуждают тех, кто, по их мнению, должен ходить в доспехах и сиять белым плащом. Они кричат о уважении и соблюдении традиций, придерживаясь возрастной иерархии, соблюдая систему подчинений, тем самым заставляя проходить через все круги ада молодое поколение. В том числе айдолов, которые пытаются подняться по карьерной лестнице, расплачиваясь на каждой ступени чем-то, что очень дорого. Они говорят о кристальной чистоте и честности, сами же осмеивают и обсуждают за спиной каждый твой шаг, одежду, волос на голове, при этом оставаясь абсолютно равнодушными к тому, что внутри айдола это правило действует по отношению к любому человеку, но так как я говорю в контексте группы, то выбираю слово «айдол». Могу дальше перечислять, но будет долго и скучно. В каждой стране есть свои особенности культуры, и любому обществу присуще такое поведение, как я описала выше, но важно уметь быть честным как по отношению к себе, так и к другим. Я не хочу сказать, что корейцы плохие, ни в коем случае. BTS очень любят свою страну, уважают корни и культуру. Я просто немного обрисовала социальную схему, чтобы вы понимали и учитывали особенности менталитета корейцев. Так вот, возвращаясь к основной фразе поста «За мной и армия», это так успокаивает. Вы должны понимать, что каждый из парней фиксирует свое внимание на той части фандома, который искренне любит и поддерживает. Невзирая на всю ту бесконечную грязь вокруг них, они всегда будут выбирать правильный вектор, избегая негатива, упреков, обвинений и ненависти. Они прошли огромный путь и научились фильтровать. Залипательно. Держи меня, не отпускай. Когда компания против них, но они думают иначе. Продолжение следует... У вас же тоже есть определенная слабость к Техену в черной футболке. Я вам напомню то наше состояние шока, когда мы увидели эту фотосию. Чангук и Техен пять лет назад. Держи меня, не отпускай. Держи меня, не отпускай. Держи меня, не отпускай. Просто кое-что о внезапных вспышках Техёна. Субтитры подогнал «Симон» Улыбка и причины этой улыбки. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Помните, как армия подарила Чангуку рубашку, но потом увидели, что Техён носит ее в прямом эфире? Девиз Чангука «Все мое», «Мое явно дает сбой». Почему это выглядит так сексуально? Субтитры подогнал «Симон» Чангук и Техён сказали «Наши отношения не для камер». Субтитры подогнал «Симон» Первое место «Выход есть всегда» Это прям девиз Чангука. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.